Давайте послушаем Гарри Каспарова, который сейчас на сцене «Марш миллион». С места на место, из города в город. А выборы свободных граждан, которые не боятся прятаться, которые говорят о себе открыто и которые могут выбирать своих представителей. В России не только разрушены институты функционирования государства. Россия идет под руководством Путина против главного мирового тренда, потому что сегодня весь мир понимает, что успех страны в 21 веке – это строительство нормально функционирующей инфраструктуры, направленной на гармоничное развитие человека. И главным, конечно, является образование, потому что мир становится сложнее и требуется больше знаний, чтобы не потеряться в этом быстро меняющемся мире. По всему миру – в Бразилии, в Южной Африке, в Турции – власти, в первую очередь, обращают внимание на бюджеты образования. Во Франции бюджет образования в два раза больше бюджета Министерства обороны. И только в России все наоборот. Власть сокращает, секвестирует расходы на образование, на социально-экономические требования граждан. И это дорога в никуда. Это дорога к катастрофе. Но в стране нужны образованные люди. Власти нужно невежество, нужно мракобесие, потому что только так можно продолжать беззастенчиво грабить страну. Грабеж природных богатств. Вывоз капитала – они сопровождаются утечкой мозгов. И это не дает нам оставаний с оптимизмом глядеть в будущее, пока мы не поменяем эту ситуацию. Сегодня мы в очередной раз собрались… Я хотел бы вернуться в эту студию. Как всегда, самое вкусное произносится вне эфира. Гарри Кимович посвятил свое выступление во многом развитию системы образования в нашей стране. Но вы с ним не согласны. Да нет, ну просто… Сначала, сначала, а потом… А чего прятаться? А чего прятаться? Действительно, мы слышали… Отлично, все с высшего образования. Мы вчера слышали историю о том, что три дня назад Россию признали страну самым большим количеством дипломов. И я коллеге объяснил, что в моем понимании это происходит потому, что представитель партии власти на выборах Химка, господин Шахов, имеет, чтобы вам было понятно, 11 дипломов о высшем образовании. Ну куда еще, я не знаю. И все получены за чужой счет, то есть за государственный счет. Представляете, то есть один единорос получил 11 дипломов, то есть он мог получить… Но учениковые тоже три, кстати. Учениковые тоже три дипломы. Извините, вопрос не в этом. Он мог получить один, и еще 10 человек получили бы дипломы тех, кто… Олег Митвель, блестящий политик, потому что мы из марша миллионов каждый раз переходим… Майор Химок, тема важная, не один эфир ищет. Гарри Кимович про образование сказал, да, у нас проблемы с образованием, потому что вот человек, ему даже не стыдно, что за бюджет он получает, а люди не могут поступить на бюджет. Но у нас есть еще такая проблема. Правильно делает Олег Львович, что ему? Ему и надо использовать ресурсы, он идет, вот я понимаю, борется, работает, а не орет. Хотя я могу сказать, что очень тяжело. И вы знаете, к сожалению, именно объяснить людям, извините, посмотрите на человека, как может быть за 12 лет 23 места работы, 11 дипломов. Как такие люди могут… Но есть такая история, но есть еще вот такая история. Смотрите, у нас действительно с образованием швах, у нас действительно есть большие проблемы, но есть действительно, значит, есть там куча всего. Но с другой стороны, действительно у нас людей с высшим образованием сейчас столько, что в предвыборной истории… А качество – это само собой, еще то. Но даже в предвыборной своей кампании Путин огласил цифру, которая меня потрясла, 23 миллиона, по-моему, новых рабочих мест, которые бы соответствовали уму и воображению тех, кого мы наплодили в сфере высшего образования, молодежи и так далее. Они должны быть технологически новыми, они должны быть такими, сякими, пятыми. То есть вот какая проблема перед нами вырисовывается на самом деле, если глубоко. Если на митинге, надо кричать, как Каспаров. Если ты хочешь в этом деле разобраться, то вообще тебе некогда на митинг ходить. Ты должен заниматься, либо у тебя партия, либо, если ты политический деятель, ты где-то борешься, ты завоевываешь там себе авторитет, хочешь в Химках, хочешь где, ты куда-то там пробиваешься. Если ты журналист, ты глубоко разбираешься в этом, ты пишешь, ты не становишься… Я могу сказать, что сегодня у нас… Ну ты же не крейсер Каспаров, который ходит только так. Журналисту честно писать и, в общем-то, говорить правду. И, кстати, это очень востребованная сегодня профессия, говорить правду. Потому что многие просто боятся. Во-первых, боятся. Во-вторых, аналитика еще нужна. Потому что очень легко попасть в такую историю. Так, а что у нас там сейчас за правда-то сходит? Какой у нас тренд по правде? А я вот этой правды-то и буду придерживаться. А вот уйти из этого тренда, поанализировать, покрутить, выслушать две точки зрения, а то и восемь. Вот это действительно очень важная история. Для кого хотите. Для политика, для журналистов.